Приветствую участников моих встреч и всех зрителей. И мы сейчас находимся рядом с Третьим транспортным кольцом в Мещанском районе. И здесь как раз вот Третье транспортное кольцо и Большой Переславской улице, которая внизу под Третьим транспортным кольцом находится. А Третье транспортное кольцо здесь находится на эстакаде, как раз на Крестовском путепроводе, Крестовском мосту. И там, собственно говоря, за Крестовским мостом туда идет улица Учебский вал, которая тоже является частью Третьего транспортного кольца. Так вот, от этих вот Третьего транспортного и Большой Переславской улицы и вплоть до проспекта Мира проходит вот этот такой переулочек с интересным названием водопроводный. А рядом находится метро Рижская. И, соответственно, здесь же находятся две железнодорожных платформы. Ржевская и Рижская. Это переулок двустороннего движения автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Ну, фактически, это не переулок, а обычный проезд. При железнодорожный проезд. Потому что, во-первых, на нем вообще никаких нет жилых домов. А во-вторых, потому что он, собственно, проходит до железной дороги. И, по сути дела, по нему числятся только те объекты, которые, в общем-то, к железной дороге относятся. То есть, которые находятся вот как раз вот по стороне прилегающих железной дороги. Между вот этими переулками железной дороги. А по другой стороне там те объекты, они числятся по проспекту Мира, который, собственно говоря, проходит совсем рядом и на котором этот переулок и заканчивает. Протяженность этого переулка составляет около 900 метров. И все строения, которые числятся по этому переулку, имеют номер 2. И отличаются только лишь добавочным номером строения. Ну, и только лишь одно здание имеет номер 4. И то оно находится уже за пределами переулка, туда за железной дорогой. И оно относится, собственно, к железной дороге. Это такое служебное железнодорожное здание. Ну, а назван был переулок в 19 веке. Потому что рядом, собственно, проходил медический водопровод. Потому что первый водопровод, который пришел в Москву к нам, он был из Мэтич. Из города Мэтич. Ну, который, собственно, и сейчас находится недалеко от Москвы. Да, можно сказать, не то, что недалеко. Она просто примыкает к Москве. Хотя сейчас Мэтич — это подмосковный город, да. Ну, а тогда Мэтичи находились в 19 веке довольно далеко от Москвы. И вот тянулся этот водопровод через Мэтич, потом через село Алексеевское. И дальше уже шел, соответственно, в Москву. И вот как раз рядом он проходил, но не прям по трассе вот этого переулка, а именно рядом с проектом мира, с этим переулком, и, собственно говоря, поэтому его и назвали. И, кстати, часть переулка, она раньше называлась водопроводной улицей. Название улицы, конечно, неправильно было бы назвать. Ну, переулок, наверное, больше подходит для транспортной единицы, хотя, я говорю, лучше всего было бы назвать, конечно, водопроводный проезд. Это было бы более правильно. Итак, на этом проезде находятся две железнодорожные платформы. Одна называется «Ржевская», и она относится к Алексеевской соединительной железнодорожной ветке, которая, собственно, соединяет, в общем-то, белорусское и рижское направление с Курским. Да, и здесь находится как раз одна из платформ «Ржевская». Ну, а вторая, которая рядом с ней находится, это платформа относится уже к другому направлению, а именно к октябрьскому направлению железной дороги. Это платформа «Рижская». Эта платформа довольно своеобразная, потому что, на самом деле, она состоит из четырех платформ, и две из них, они конкретно примыкают к Ржевской, да, и связаны между собой пешеходным мостом. Идет мост от этого переулка, и дальше по этому мосту можно пройти, одна лестница ведет, соответственно, платформа «Ржевская», и она непосредственно выводит к этому переулку. А вторая, соответственно, платформа, она ведет через мост, можно, лестница, она, соответственно, идет к двум платформам «Рижской», да, вот от Октябрьской железной дороги, то есть это Ленинградский вокзал, вот, Ленинградское направление. А две платформы, вот этой платформы, тоже, так сказать, платформа «Рижская», да, то есть она как бы разбросана, где платформа находится, рядом с Ржевской, рядом с этим переулком, а две находятся далеко, еще там за железной дорогой, там много путей, и, соответственно, к ним никакого прохода нет, никакого пешеходного моста не проложено. И поезда не останавливаются электрички некоторые на этой платформе, а некоторые, соответственно, на той, поэтому люди, когда вот они, ну, соответственно, хотят подсесть на какие-то, они, конечно, узнают, потому что к той платформе, к дальним платформам «Рижская», да, к ним здесь никак не пройти со стороны этого переулка, это надо идти, так сказать, за мост проспекта Мира, и там переходить дальше через вторую Матичинскую улицу, уже проходить тем платформам, а здесь никак не перейти. Вот такая особенность. Ну, а эти уже платформы «Рижская», они уже не относятся, соответственно, к водопроводному переулку, а, соответственно, то, что относится, это вот платформа «Ржевская» и, соответственно, частично платформа «Рижская». Вот так, такая вот особенность. Значит, и далее, вот, когда мы уходим на водопроводный переулок, то с этой стороны, той же «Железной дороги», как я говорю, есть строения, которые принадлежат вот этому переулку. Это, собственно, торгово-сервисное здание, одноэтажное и трехэтажное, соответственно, с 1956 года, а второе еще конца XIX века. Ну, и дальше тут много автосервисов. Автосервис, там под номер два строения, четыре такое металлическое здание, с 1989 года постройки, автомойка под номер два, двухэтажное здание 2000 года, ну и другие. То есть автосервисы есть. Ну и кроме автосервиса и некоторых таких торгово-офисных зданий, сервисных зданий, да, соответственно, есть еще, конечно, железнодорожные служебные постройки. Они, в принципе, разбросаны, так вот, между железной дорогой и переулком, там разные, да, и дальше там еще вдоль железнодорожных путей, вот. Ну, разные, так сказать, там, посреди централизации и так далее, по управлению этим участком железной дороги. Ну вот, ну и, соответственно, некоторые здания можно видеть только с моста. Надо на мост забраться и там посмотреть, и там некоторые здания разбросаны, они тоже числятся по этой переулке. Частично под номером два, а частично одно здание под номером четыре. Вот, это вот, что касается вот этой стороны при железнодорожной. Что касается другой стороны, то там все здания, как я говорю, числятся по проспекту Мира. Начинается этот переулок с правой стороны, да, это с Минеральной инспекции Центробанка России. В 1779 году построили многоэтажное здание, как раз вот у моста Христовского находится, да, между, на причине там, собственно, вот этой большой Переславской улицы и вот водопроводного переулка. Ну и дальше идет у нас Рижский рынок, крытый, гостиница при этом в Рижском рынке двухэтажный, который тоже называется Рижский рынок, 154 года построить. Ну, когда-то это было железнодорожное здание, бывшее, обслуживало, соответственно, платформу Ржевская, наверное, ну, какую-то, в общем, железную дорогу обслуживали. Говорят, его хотят снести, вот, ну и, соответственно, дальше у нас идет между вот этим переулком проспекта Мира строительство новой станции метро Ржевская, которая будет называться новой большой кольцевой линией, вот, вторую кольцевую линией, да, которая сейчас усетенно строится, где разрослые стройки этой кольцевой линии, разные станции метро, и потому что и одна из станций как раз будет находиться вот на водопроводном переулке, ну, собственно говоря, между Распектом Мира и водопроводным переулком. Вот, собственно говоря, и все, небольшой такой переулочек, в принципе. Вот, ну, так сказать, конечно, здесь смотреть нечего, вот, но с другой стороны, с моста железной дороги открываются красивые виды, и на железную дорогу, и на продвигающие постройки. Можно посмотреть на этот переулок с Крестовского моста, там есть пешеходная дорожка, можно разобраться и посмотреть, в принципе, весь переулок как на ладони, поэтому не обязательно даже по нему ходить, можно обозреть с моста. Ну, так есть, чтобы посмотреть, в принципе, конечно, от особых строений здесь нету, но можно посмотреть, как строится метро, есть некоторые даже древолюционные здания здесь, по-моему, одно или два там даже здания, ну, в общем, железнодорожных, прижелезнодорожных зданиях. Тоже вот гостиница 1554 года, которую могут нести, тоже можно посмотреть, ну, в общем, кто-то найти, наверное, можно. Ну, и добраться сюда совсем легко, от метро Рижская, буквально чуть-чуть, пройти вдоль Крестовского моста, прям рядом, ну, это буквально метров 100, и выходим на этот переулок, на начало этого переулка. Ну, и совсем рядом мы видим проход с железнодорожными станциями, платформами, и дальше можно уже туда пройти, попереволку, по спекту, приятных прогулок, и до новых встреч на улице. Продолжение следует...